Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. Назаров Рустам Саид Ахмадович родился 26 марта 1968 года в Казани, по национальности татарин. Информации о начале криминального пути Креста крайне мало. Известно только, что в 1991 году он находился века 2 в Казани, а в 1992 году его, как убежденного отрицалу, перевели в тюрьму СТ-2 в городе Златоусте, откуда в 1994 году он освободился по полному отбытию срока. После отсидки Крест обосновался дома в Казани, но уже весной 1995 года он узнал о том, что 26 апреля 1995 года в Москве на Ленинском проспекте 82 был задержан лидер криминального мира Перми, вор в законе Якутенок. Он был арестован и получил незначительный срок заключения, в общем-то по случайности. При профилактическом задержании в его карманах обнаружился пистолет Вальтер и 5 граммов опия. После вынужденной отлучки прежнего безоговорочного лидера прикамского криминалитета, вора в законе Якутенка, в места не столь отдаленные, нестабильная ситуация в городе создалась сама собой, назревал новый передел власти. Молодой и дерзкий Крест, которому на тот момент было всего 27 лет, решил принять участие в борьбе за власть над крупным промышленным центром. В августе 1995 года Крест вместе со своей бригадой переезжает в Пермь. При Якутенке иерархия среди всех пермяков, занимавшихся преступным промыслом, строго соответствовала представлениям лидера. Ни одно значимое событие в городе не проходило без участия Якутенка, который гражданам, далеким от криминальных новостей, был больше известен как поклонник дореволюционного премьер-министра Столыпина, учредитель фонда поддержки предпринимательства и издатель популярной общественно-политической газеты. При нем посягательство на верховенство собственной власти в принципе не могло возникнуть. Настолько громкое имя принадлежало вору еще с советских времен. Перед уходом на зону Якутенок передал временные полномочия смотрящему за Пермским краем. Он назначил на эту должность своего близкого друга, вора в законе Тарыча, Тарычева, в надежности которого не приходилось сомневаться. Однако к неожиданно ставшим вакантному месту хозяина Перми и окрестностей проявили интерес дальние соседи, братва из Казани. И в августе 95-го года по улицам Перми первый раз совершил ознакомительную прогулку гостей с Татарстана Рустам Назаров. Ему была обещана поддержка в попытке дворцового переворота на новом месте от земляков. Вместе с ним в Пермь наведался Марсик, марсиан Юкупов, главарю ПГС Уконка, обеспечивший кандидата на региональный трон группой силовой поддержки, костяк которой сложился вокруг выходцев из Башкирии, братьев Мухуддиновых. В сентябре 1995 года Крест уехал в Сочи, где был коронован воры в законе. 27-летний вор в законе очутился в солидном списке воротил российского преступного мира, собравшихся на Черноморском побережье почтить память видного собрата, Рантика Сафаряна. Там состоялись его разговоры на равных с такими влиятельными людьми, как Дед Хасан, Мирон Мамедов, Надар Гагиашвили, Михот Инсадзе, Трофа Трофимов. Развивая достигнутый успех, Крест совершил турне по городам Поволжья, где принимал участие в воровских сходках, проповедуя воровские традиции и завязывая связи с региональными лидерами уголовно-преступной среды. Он стремительно нарабатывал себе авторитет. Заочный соперник вора в законе Якутенка был уравнен с ним в звании. Крест тут же воспользовался представленным правом давать поручительство для вступления в воровскую семью. Своим единственным крестником он избрал известного славянского рецидивиста с большим тюремным стажем Макошу, чья зона ответственности располагалась чуть южнее Прикамья, в Кемеровской области. В дальнейшем Макоша, не раз приступая через изначально бескровные воровские принципы, применял в отношении конкурентов и жертв грубое насилие. В итоге за хроническое попирание норм воровского закона, собравшиеся вместе воры, решили отправить его в отставку. Чуть ранее правоохранительные органы остудили его пыл длительным тюремным сроком за умышленное убийство. В настоящее время уже пожилой Макоша отбывает наказание в Новосибирске и ждет выхода на свободу летом 2019 года. Окрыленный сочинским успехом крест сразу по возвращению в Пермь приступил к решительным действиям по захвату власти. Бригада киллеров Мухуддиновых устранила в октябре 1995 года ставленника Якутенка Тарыча и еще несколько лиц из его окружения. Смерть Тарыча очень сильно пошатнула позиции Якутенка в регионе, но он все еще пытался удержать бразды правления пермской братвой. Новой правой рукой Якутенка на воле стал рецидивист Александр Кудинов по кличке Кудин, освободившийся из колонии в октябре 1995 года. Он отвечал в Перми за сбор воровского общака в Матавилихинском районе. Надо отметить, что позиции самого Кудинова были не слишком сильны. В 1996 году он испортил отношения с рядом авторитетов из-за своих постоянных драк и конфликтов в ресторанах и барах. В 1996 году лидерство креста в уголовном мире Перми стало реальностью и уже никем не обсуждалось. Якутенок кусал себе локти, сидя на нарах, но мог из камеры только планировать ответные акции и передавать указания на волю коллегам. Тем временем напряжение в отношениях между крестом и Кудином нарастало. Они постоянно конфликтовали, а в марте 1997 года на одной из стрелок Назаров даже избил Кудинова. После такого унижения Кудинов уехал за помощью к Якутенку в Москву. В марте 1997 года с подачи Якутенка Александра Кудинова короновали воры в законе. С воровской короной на голове он вернулся в Пермь, полный решимости разобраться с татарами. Тем временем крест продолжал свои попытки установить контроль над прикамьем. Поползновения казанского вора не нашли должного понимания среди местного криминалитета. И в апреле 1997 года крест таинственно исчез. Он уехал на своей автомашине без охраны в неизвестном направлении, и больше его никто не видел. Время от времени появлялись слухи о том, что крест жив-здоров, и его якобы видели в Тольятти. Но правоохранительные органы заподозрили, что Назарова убили. И в декабре 1997 года прокуратура индустриального района Перми возбудила уголовное дело по факту пропажи Назарова. В пропаже Назарова, конечно же, сразу заподозрили Якутенка. Неожиданное исчезновение креста с горизонта было выгодно в первую очередь ему одному. Вернувшись в Пермь в период очередного безвластия, Якутенок быстро установил статус-кво, вернув утраченные полномочия. Однако с пропажей креста казанское братвание оставило попыток установить контроль над криминальным миром Перми и заполучить под свою крышу ряд доходных коммерческих предприятий. К этому времени в областном центре находилась устойчивая организованная группа казанцев из пяти человек, которая готовилась зачищать местных авторитетов. Но первыми удар нанесли именно пермские бандиты, совершив два покушения на ближайшего помощника и бывшего телохранителя креста Александра Куликова. В ночь на 21 ноября 1997 года в подъезде дома на улице Кирова двое неизвестных пытались застрелить Куликова из пистолета Макарова. Однако ствол дал осечку и незадачливые убийцы ретировались. Спустя четыре дня киллеры все-таки выполнили заказ. Куликов был убит очередью из автомата Калашникова в подъезде дома на улице Луначарского. Вернувший себе власть и решивший, что все вернулось на старые места Якутенок, не учел одного обстоятельства – возможной мести от закадычного друга креста Марсика, наблюдавшего за развитием событий из Москвы. В начале 1998 года над пермским вором в законе Александром Кудиновым стали собираться тучи. Сначала поползли слухи о том, что Кудиного развенчали, лишили воровского сана из-за растраты общака. А 17 февраля 1998 года Кудиного вместе с его приятелем Эдуардом Пахучих и телохранителем расстреляли из автоматов. Это произошло среди бела дня на улице Пушкарской. Киллеров задержать не удалось. Вскоре после этого в микрорайоне Парковый автоматному обстрелу подвергся джип самого Якутенка, который вышел из бутырки и вернулся в Пермь. Пули вора в законе не задели, однако Якутенок намек понял и из города уехал. Какое-то время он пребывал в Москве и Санкт-Петербурге, где общался с так называемой пермской группировкой. В конце мая 1998 года Якутенок прилетел в Пермь, чтобы отпраздновать свой день рождения в любимом ресторане «Горный Хрусталь». На именины вместе с гостями приехали и бойцы спецназа управления по борьбе с оргпреступностью. Бойцы СОБРа проверили у всех документы и по некоторым данным изъяли оружие у телохранителей Якутенка. А 19 июля 1998 года в развлекательном клубе «Болид» Якутенка и двух его охранников застрелили из автоматов трое мужчин в масках и камуфляжных костюмах. Как выяснилось позже, Якутенка и Якудина убили киллеры братья Мухуддиновы. Подавшийся в столицу Марсик перетянул на новое место группу киллеров братьев Мухуддиновых, которые продолжили заниматься привычными заказными убийствами. Их кровавый след привел оперативников в ближайшее Подмосковье, где банда в полном составе была арестована. Кроме братьев Радика и Ерека Мухуддиновых, в состав группировки входили Ренат Валиев, Радик Абдулин и Валерий Казаков. Следователям, изучавшим путь киллеров из Казани через Пермь в Москву, удалось установить их участие в совершении многих преступлений. Одним из них, как оказалось, было убийство Креста. Якутенок и его бойцы оказались ни при чем. Мухуддиновы банально поссорились со своим начальником, не поделив денег. Звание вора в законе не уберегло Креста от расправы беспредельщиков, посчитавших его жадным. Мухуддиновы заманили вновь испеченного хозяина Пермского края в частный дом в южном районе Перми. После короткого разговора Ирек Мухуддинов, привычно хладнокровно, выстрелил вору в голову из пистолета ТТ. Труп аккуратно завернули в ковер и вывезли в лес. Тело Креста закопали неподалеку от поселка Новые Ляды. Через 7 лет произведенные раскопки подтвердят полную правдивость показаний. Будут найдены не только останки Креста, но и выброшены неподалеку убийцами ковер. В 2004 году непосредственный исполнитель убийства Ирек Мухуддинов будет приговорен к 8 годам лишения свободы. Крест, не проживший на свете даже трех десятков лет, проделает обратный последний путь в Казань, чтобы там упокоиться на кладбище. Это был канал Все о тюрьме. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok